Мистер Купер, как дела? Хорошо, как вы парни? В 2011 году он выпустил свой 19-й сольный альбом. Помимо музыкальной деятельности, известен как актер, игрок в гольф и владелец ресторана. С 2004 года ведет свое собственное радиошоу «Ночи с Эллисом Купером». В общем, снова вы на гастролях. О да, мы начали этот тур в мае еще. Он уже 7 месяцев длится. Да, и так уже 45 лет. На этот раз он закончился в США, а потом мы 6 месяцев отдыхать будем. Ну и как все идет сейчас? Да, здорово. Я удивлен молодой публике. Куда бы мы ни приехали, публика очень молодая. Это необычно, я думаю, для классического урока. Да, необычно для вас-то. Да, я в целом говорю, для Ози Осборна, Аэра Смитта, всех классических рокеров. У вас фанаты новые. Да, 15-ти до 25-ти. Прямо перед сценой стоят, я думаю, они хотят быть ближе к сцене, шоу их заводят. Мы все рады, ведь вас снова в Москве, спустя 2 года. Надеюсь, вы тоже? Ну кто знает, может вы выходите из самолета и говорите, да ну опять Москва, это холодно. Нет, нет, Москва забавная, мы не так часто здесь бываем. Со Скорпиумс 2 года назад. И прокатились по всей России, Владивосток, Ростов, много где. Это было весело и круто. Помимо Москвы и Питера, что нормально, мы везде были. В Сибири и далеко-далеко еще где. Это круто. Понравилась Россия? Да, здорово. Уже успели по Москве погулять? Да нет, мы приезжаем обычно, играем концерт и сваливаем. У нас, честно говоря, нет времени смотреть что-нибудь. Давайте поговорим о вашем концерте. Ага. Это будет новое грандиозное представление. Это будет как обычно, змеи, вампиры, мышки. О да, это будет очень театрально. На моем шоу театральность всегда важна. Хард-рок и театр. Ужас и комедия. Ну да, совсем обычно. Кого же я спрашиваю? Ну да, если ты наводишь ужас, хорошо бы это противопоставить комедии. Тогда все работает. Ужас просто так не работает, как хотелось бы. Надо совмещать трагедию и комедию. Вас снова убьют на сцене? Прости? Я говорю, вас снова будут убивать? Ну да, башку отрежут раз, и все. Сколько раз за вечер? На этот раз один. В последнем туре пять раз замочили меня. Да ладно. На этот раз один. И с другой стороны, вы хороший семьян. Да, я женат уже 35 лет. Одной женщине. И у меня трое детей. Моя старшая дочь – актриса. Сыну 25. Жениться собирается младшая дочь. Учится танцем. Моя жена – балерина. Балет преподает. Вы же эти в Фениксе? Да, Феникс, Аризона. Ну, а Детройт? Ну да, я родился в Детройте. Это очень индустриальный город. Корни у вас там. Ага, он, конечно, не такой гламурный, как Феникс, но… Как вам не надоедает музыка после стольких лет? Да я особо не заморачивался, понимаешь? Я выходил на сцену, играл роль Элиса Купера. Это меня заводит. Каждый вечер новая аудитория. У меня самая клёвая группа, какую я видел. В общем, скучно никогда не бывает, потому что каждое шоу даёт так много энергии. Вы не пьёте. Да, не пью. И не курю. Без наркотиков. Без наркоты. Уже 30 лет. Уже 30 лет. Парни, это правда Элис Купер? Да я даже пива не пью. Когда вы видите Элиса на сцене… Это персонаж. Это всего лишь грим. Это просто очень злобный персонаж. Да, я слышал, наверное, о истории 25, как вы это имя получили. О да, у каждого своя история. Но я не старался подбирать имя, чтобы пугало каждого родителя в мире. Чтобы каждый родитель говорил, ооо, это ужасный Элис Купер. Чтобы всех пугал мой грим и поведение на сцене. Наоборот, могло и не быть, как Блэк Саббет. Могло бы и звучать, как Элис Купер. Хороший фолк-певец. Но так случилось. Ну, вы с Оззи дружите? С Оззи Осборном, я имею в виду. Да, уже лет 35. Играете вместе в Виски и Гоу-Гоу, Вэлли? Ну да, мы играем в Виски. С Лед Зепплином даже. Понимаешь? Да, он знаменит этим. Блэк Саббет перед нами играл как-то. Все начинали с этого клуба когда-то. Джимми Хендрикс, Джим Моррисон. Ну, а о русской музыке слышали что-нибудь? Я особо не знаю ничего о русских группах. Слышал о ленинградских ковбоев. Ну и то они, по-моему, из Финляндии. Ну да, вы же Леди Гагу слушаете. Да, она моя подруга. Она очень похожа на Элису Купера. У нее очень хорошее представление. У нее очень хорошие, интересные персонажи на сцене. Она песни под них пишет сама. Все, что делает Леди Гага, похоже на Элису Купера. И поет хорошо. Да, она клево поет. У нее очень большой талант. А когда айпод включаете, кого слушаете? У меня нет айпода. А что, есть? Да ничего нет. Ни айпода. Ни компаний, телефон. Ну да, Элису Купера. Нет необходимости иметь телефон. Я слышал, вы любите гаражные группы. Да, я очень люблю новые гаражные группы. Они ближе к настоящему рок-н-роллу. Они, понимаешь, как Чак Берри, Роллинг Стоунс, такого типа. Я не люблю хай-тек. Почему? Да он не настоящий, это пластика. Такой звук не настоящий для меня. Вам гитарка хорошая больше нравится. Да, мне нравятся такие ребята, как Слэш, Кэд Ричардс, Джефф Бекк. Все они великие гитаристы. А вот все эти клавишники мне не нравятся. И при этом вы в гольф играете. Каждый день, когда не слишком холодно. Ну что это вам дает? Некоторые вкалывают где-то, йогой занимаются, бегают. А я в гольф играю. Правда, я в Аризоне живу. Там каждый день играть можно. Тепло ведь. Погода всегда прекрасная. Это правда, что вы религиозны? Мой папа был пастором, мой дедушка был пастором. Это в генах. Отец моей жены был пастором. Я вырос в христианских традициях. Когда-то отдалился от этого, теперь вернулся. Расскажите о вашем новом альбоме «Добро пожаловать в кошмар». Часть вторая. Это сиквел. Ну не совсем. Это большой второй кошмар. Первый был в 75-м. Я сказал, давайте дадим Элису второй кошмар. Дадим что-то новое. Что будет кошмаром для Элиса сейчас? Он также ненавидит диско. Хип-хоп. И дьявол рядышком. Понимаешь, я объединил кошмары многих людей. Это будет очень странный сон. И напоследок еще раз о концерте. Что мы услышим в этот раз? Все хиты. Все хиты. Да, все самое лучшее. И «Поизон», и «Скул Аут». И так далее. И группа у меня невероятная. Это лучший состав, который у меня был. Так что. Субтитры подогнал «Симон». . Субтитры создавал DimaTorzok